Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала! Сегодня мы поговорим о способах репатриации в Эстонии. Итак, репатриация это процесс получения гражданства по происхождению, то есть гражданство на основании факта крови. Здесь важно доказать, что ваши родители, бабушки, дедушки были рождены на территории Эстонии. Для успешного процесса репатриации в консульство нужно предоставить документы, которые подтверждают, что кто-то из ваших родителей или дедушек-бабушек эстонец. Далее рассмотрим более сложные ситуации, когда есть определенные нюансы. Например, если вы репатриируетесь на основании родственника, который был усыновлен, тут очень важно, чтобы усыновление было официальным. Это значительно упростит процедуру репатриации. А также может быть ситуация, когда, например, ваша бабушка эстонка, но у вас нет документа, подтверждающего, что она эстонка по рождению. Но есть документ, подтверждающий, что она стала гражданкой Эстонии по натурализации, например, через брак. Тогда репатриироваться будет сложно, но в таком случае вы сможете пройти процедуру восстановления гражданства. Для этого нужно будет хотя бы 5 лет прожить в Эстонии. То есть вы сможете приехать в страну на законных основаниях, допустим, по туристической визе. Затем найти там официальную работу и сменить свой статус на рабочий. Таким образом через 5 лет вы сможете получить гражданство Эстонии. Едем дальше. Допустим, вам отказали в репатриации или восстановлении гражданства. Вы можете приехать в Эстонию, также по туризму и затем сменить свой статус внутри страны на рабочий или студенческий. Затем, через 5 лет вы сможете получить постоянное место жительства. Важно, чтобы вы не выезжали из страны более чем на 1 месяц за 1 год. Еще через 2 года у вас будет возможность поддаваться на гражданство. Для получения гражданства нужно знать эстонский язык, минимум уровня B2 и знать конституцию. Таким образом вы сможете получить гражданство путем авторизации. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok